Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства о нарушении прав жителей одного из тверских домов. Люди говорят, жить в этом доме по улице Новая опасно для жизни. Горячее холодное водоснабжение перемёрзло. Кран перемёрзший полностью. Воды нет. Получается минус 11 градусов. Вода на окне превратилась в лёд. Сейчас в доме, говорят люди, из 82 квартир обитаемы только три. Так как жить здесь просто невозможно. Мало того, что нет ни горячей, ни холодной воды. Подвал дома затоплен канализационными стоками. Просим вас помочь в сложившейся ситуации, поскольку проживать нам больше негде. Мы вынуждены здесь, мы с 13-го года здесь живём. В доме, как вы видели, отсутствует отопление. Ну, поскольку нет водоснабжения, поскольку не было в всё время выдвину разрешения на воду. Нет отопления, ни водоснабжения, ни горячего водоснабжения. Хотя здесь школа-садик в шаговой доступности от нашего дома. Несмотря на все обращения и в администрацию, прокуратуру Тверской области, Московского района, мы так и не получили никаких шагов. Действий на шагов? Действий никаких предпринято не было. По данному факту, следственными органами регионального СК проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Калининском районе области на 155-м километре трассы М-10 у деревни Пасынково автомобильная авария унесла жизни двух человек. ВАЗ-2107 выехал навстречу, где столкнулся с Тойотой. Шансов выжить у водителя и пассажира «семёрки» не было. Они погибли на месте. Позже сотрудники ГИБДД установили, что на колёсах ВАЗа была лысая резина с разным протектором по оси, а это в условиях снега и гололёда.